МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посветает служба информации телерадио компании Гомель у студии працуе Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Конституционная реформа як фактор экономичных, политичных и социальных перетворения. Сегодня у Гомеля пройшел областный форум по выниках работы диалоговых пляцовок. Усе разом за одиную Беларусь. Масштабный автопробег объединял тысячи патриотов по всей краине. Берегче себе и инших, в регионе вводят обовязковый масочный режим. А зараз об этом иншим больше подробно. Сегодня у Гомеля пройшел областный форум, присвященный конституционному реформованию. Мета сустречи – подвести выники широку диалоговых пляцовок, якие отбылись у Мазыры и Гомеля. Основные идеи, вызначенные по час форуму, будут обмерковываться на усебеларуском народном всходе. Миколай Скинтиян с подробностями. У зале администрации свободной экономичной зоны Гомель-Ратон, керауництва области и города, политычные деячи, депутаты, представники парты и предприемства и установ. Складанная эпидемичная ситуация не стала пирошкодой. Удельники выкарыстовуюсь маски и социальное дистанциявание. На парадку дня пытанни, с якими связана будущее краины. Шарах тем для обмерковання, саправды, широке. От партынага будавництва до удоскональвання сферы физичной культуры и спорту. По кожной теме есть конкретные пропановы. Сярод пропанов, які огучили спикеры, перагляд пауномодства представников улады, змена парадку назначенні керауников администрации районов и многое інше. Экономіка – так сама важная частка диалогу. Актуальная инициатива – стваренні клубу молодых лидеров. У перспективе яго члены – активные и мытанагерованы. Стануть будучими керауниками предприемства и организаций. Яшедна хвалюючая тема – адукация. Пандемия COVID-19 унесла коррективы у научальный процесс. Тому яго законодавча основа так сама подрабую измен. Мы предлагаем разработать нормативный правовой документ, который определит порядок организации дистанционного учения учащихся, создаст единую национальную систему электронного образования. Дискуссия подчас форуму оживленная и шматгранная. У дельники говораць о плюсах и минусах дзеючага законодавства, иснуючих проблемах и методах их вырашэння. По бюджете на науку мы считаем образование медицины выделяется недостаточно средств. Если мы хотим, чтобы эти направления были всегда на уровне, то соответственно и бюджетирование должно быть соответствующее. Удоскональвание Галины Культуры – тема, якой ранее присвятили две панельные дискуссии. Пропановы по развитию сферы уключают множество пытанев организационного характера. Внесение изменений, наверное, уже в узкопрофильное законодательство, которое регламентирует и какие-то штатные вопросы, штатно-численные, которые регламентируют и финансирование через День культуры, и в том числе регламентируют и некие статистические учетные показатели для зачета, и в том числе по внесению изменений в законодательство по поводу заключения целевых договоров на обучение специалистов в среднеспециальных учебных заведениях в сфере культуры и высших учебных заведениях в сфере культуры. Активный удел молоди у диалоговых пляцовках подтвердил. Яна Неабыяковая далёс Украины. Молодые и инициативные проплановали множество корыстных идей. Самое актуальное прогучали сегодня на областном форуме. Одна из проблем, которую выделили молодые люди, с которой они сталкиваются из года в год, выпускаясь из своих учебных заведений, к сожалению, они редко имеют представление о том, какую специальность они получают, и редко имеют представление о своём настоящем рабочем месте. Поэтому было выдвинуто предложение на законодательном уровне закрепить за учреждениями образования и за нанимателями на постоянной основе ознакомления абитуриентов со своим будущим рабочим местом, со своей будущей профессией, что позволит нашим выпускникам более чётко осознавать, куда они хотят идти учиться, и позволит выпускать более качественных, высококлассных, я бы даже сказала, специалистов, которые будут оставаться на своих рабочих местах и приносить им только пользу. Областный форум аккумулявал лепшие думки минулых панельных дискуссий. Регион зарабил свой крок на шляху дозмен, конструктивно и цивилизованно. Миколай Скинтиян, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Областный форум у Гомеля несумненно подтвердил статус открытой диалоговой пляцовки. Дискуссия удалась. Об этом свечить не только важность и актуальность узнятых тем, а и активность аудитории, которая удельничала в разговоре. У людей были свои думки, пропановы, и они их выказывали. А потом делились уражениями и своими высновами. Диалоговые площадки – это очень важный момент, и они давно превратились уже не просто в обсуждение Конституции. Если бы мы говорили только об Конституции, то это был бы такой узкий формат. Но сейчас по всей стране идет обсуждение всех проблем, которые беспокоят людей. Это реальный вклад в изменения страны. Судьба страны должна решаться не на улице. Если ты ждешь покрышки, если ты призываешь остановить предприятие, если ты призываешь к санкциям в отношении своей страны, если ты призываешь к забастовке, ты ничего не сделаешь для перемен. Ты делаешь для того, чтобы экономика стала хуже работать, зарплата упала, нищета, рост преступности. А диалоговая площадка – это возможность быть услышанным. Очень много звучала тема именно молодежной политики, потому что это основа любого процветающего государства. За молодежью и будущее, и глупо это отрицать. Поэтому здесь сегодня практически в каждом вопросе звучала тема молодежи. Обслуживалось образование, культура, то есть очень много конструктивных внесено предложений. И все эти предложения будут учтены и направлены для внесения изменений в Конституцию Республики Беларусь. А то, что внесение изменений в Конституцию Республики Беларусь назрели, никто уже в этом не сомневается, поэтому идет эта работа. Мы считаем, что те диалоговые площадки, которые проходили в нашем городе в октябре месяце, выработали наиболее конструктивные предложения, и если эти предложения будут приняты, они дадут новый импульс к развитию нашей системы образования. А то, что сегодня они вызвали заинтересованность у участников нашего областного форума, я имела возможность убедиться лично. За одиную Беларусь в неделю пройшел финальный этап автопробегу с финишем у Минску. Наши корреспонденты сачались за формированием колонны, якая рушила у столицу с поселку Красная Гомельского района. Сбор самых патриотичных автомобилистов почался у шесть ранницы на автозаправочной станции. До семьи хадзин чекали удельников, умацовывали на машинах великие и маленькие флаги, обменивались планами, грылись кавой. Усяго собралось 11 команд и семьи, у которых объеднало жадание бачить свою краину одной мирной, спокойной. Наши корреспонденты спытались у автомобилистов об их опыте в делу, в пробегах, а так само подзекавились мытой проведения таких марафонов. Это наш, наверное, уже пятый или шестой автопробег, мы стараемся не пропускать. Нам очень нравится. Это первый раз я участвую. Ранее видел только в средствах массовую информацию, достаточно патриотично выглядит, и решил взять с собой еще свою семью. Мы давно собирались, но как-то все не получалось. И вот посмотрели в интернете информацию вчера, что в 7 утра собираемся здесь. Ну, предложил, она, конечно, согласилась, и мы вот решили ехать. Я считаю, это для того, чтобы объединить нашу нацию, показать, что мы все едины, что у нас единый флаг, который нужно защищать и оберегать. Всех объединяет желание жить в сильной и процветающей Беларуси. Люди неравнодушные, все хотят вернуться к спокойствию. До колонны можно было долучиться у Жлобине и Бобруйску. Кончатковая, Кропка, Минск. Там удельники проехали вокруг столицы по МКАД. За два месяца и масштабный аутопробег объехал усе в области Беларуси. Наведал великие и малые городы и объеднал людей, необыяковых, далёсу своей родимы. Во всех районах Гомельской области вводят обовязковый масочный режим. Такое решение принято у Абл-Выконками. И оно продиктовано у тем лику не выполнением жахарами региона социальной дистанции, а так само гребыванием сроками индивидуальной обороны у местах сбора людей. С этого дня необходимо выкрыстовывать сроки для обороны органов дыхания в объектах и организациях у всех форм уластности. Обовязково треба опранять маски при увоходе у крамы, аптеки, установе охоты здоровья, культуры и эдукации, отделении банков и пошты, громадский транспорт. Актуализуется так само комплексный план мероприемства по опереджению и распространению коронавируса. Контроль за выполнением ускладен на коллективы областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья и его региональных подразделения. Кроме того, в регионе скорочают колькость массовых мероприемств. Нарады конференции и перемовы переводят в режим видеоконференций. Не только продухелить, альбо выявить правопорушения, а и допомогать тем, кто раптом оказался в складанной ситуации. Доброхватные народные дружинники патрулюют разом с правоохоуниками оживленные громадские места, городские улицы, парки и скверы. Александр Шмидов и Владимир Кончиц с разом працуют в 27-м будовничном монтажном тресте. Александру в народной дружине пройдели внутренних справ Центрального района Гомеля 6 годов. Летость до его долучился коллега Владимир. Усяго от их организации в дружине 8 человек. Гэта люди, яким хочется, каб на улицах было спокойно, и деля гэтага, яны не шкадуют своего часу. Але ест и приемный бонус додатковые дни до отпуска. Кожная праца повинна быть оцененная, и гэта правильно. Але коллеги кажут, что усёж таки самая лепшая аудиаршность. Кали отрымливается, подчас дежурства некому да помахтшим. Случай был, когда я дежурил на Любенском озере в 5-м микрорайоне. Человек просто присел на стамеечку. Ну, мужчина средних лет. Вот. Ну, как всегда, мы думаем, что пьяный. Естественно, мы подошли, мы дежурили, и тогда это. Подошли, а человеку было плохо. Вот самое. У него уже не было дыхания, ничего. Вот. Ну, вот, как говорится, то, что мы проходили, вот спасло человеку жизнь. Мы вызвали скорую помощь, и, слава богу, оказалось, всё вовремя. Обошлось. И обошлось, да. То есть тоже вот, вот, есть даже не обязательно, вот, а вот такой вот буквально... Не обязательно бороться с правонарушителем, можно просто во время ваших дежурств помочь людям. Да, да, есть вот такие вот моменты. Поэтому это тоже дорогого стоит. Перша Беларусь, який узначалю экзархат нашей краины. У неделю гомельские православные верники мели гонор познаемиться с новым митрополитом Минским-Изославским, Вениамином, який прибыл сюды с першим архипастерским визитом. У гэтым Саня наприконцы жнивня змянил митрополита Паула. До Свято-Петропавловского кафедрального собора яща задолго, до годины приезду митрополита, идуть люди. Многие з них уже мают уласное ставлення до патриаршого экзарха. Бачили телепередачи з ягою делом, читали у газетах и увогуле сошать за новинами православного життя Беларуси. Меркование у верника, у зяки именам отрымалося погуторить, одиное. Митрополит Вениамин выкликая повагу и довер. Такое обнадеживающее, что дай Боже ему здоровья, чтобы в нашей Беларуси был мир, благодать. Мы стремимся, чтобы с ним познакомиться, потому что он, видимо, высокодуховный человек. Мы его любим и очень рады, что он у нас есть, избрали его. Ровно хвилина у хвилину на порозе собора верники сустракают митрополита Вениамина. Этот город всегда отличается религиозностью, отличается такой особой любовью к храму, к закону Божьему. И думается, что в этот приезд я также смогу пообщаться с людьми. После урочистой встречи митрополит Вениамин принял удел унедельным богослуженни у Свято-Петропавловским кафедральным соборы. До речи, розная церковная посада и он займает больше, как 400 годов. У 94-м пострижены у монахи, потом стал иеродиаконом, иеромонахом. 15 годов тому призначенный благочинным Жировицкого монастыра, затем стал архимандритом. У 2010-м прайшов чин нарочения у епископа Барисовского векаря Минской епархии. У 2014-м у совязи с утварением самостоянной Барисовской епархии отримал титул епископ Барисовский и Марьиногорский. Селета 25-го жнивня призначены на посаду патриаршага экзарха у сей Беларуси. 6-го виросня узведены у сан митрополита. От прадеда успокон веков мне засталася «Спадчина». Под такой назвой у картинной галереи Гаурила Вашчанки открылась выстава военно-гисторичной миниатюры Бариса Купчинова. У экспозиции каля 200 миниатюрных воинов розных эпох шумеров старожитных римлян, греков и египтян. Побач з ними скандинавские воины, европейские солдаты 18-го стагодзя, Другой Сусветной войны и навод персонажи знакомитых кіностужек. Увагу притягивают модели ветрозных кораблев и тематичные шахматы. Своим масштабом и деталяванностью сдявляют диарамы. У экспозиции их каля 10-ти. Одни демонструют ключевые эпизоды буйных битвов, например, разгром казаков войскам Речи Посполитой под Лоевом у 17-м стагодзі. Иншые показывают сцены життя наших протков. Особо нету, скажем так, периода любимого какого-то. Ну, в свое время мне нравились рыцари, естественно. То есть, они все-таки более всегда романтичны, загадочны, практически, скажем, герои аниме. И, в общем-то, вот я их, скажем так, более эту эпоху любил делать. Она была менее кровожадная, даже если так исторически посмотреть, чем современные войны. Борис Купчинов захопился военно-историчной миниатюрой в детстве. Тогда и были створены первые пластилиновые солдатики. Зараз материалом для выработки фигур служит металлополимер. Расфарбованы миниатюрные войны вручную. Чемпионка света по сучасным пятиборье Вольха Силкина отримала звание заслуженного майстра спорту. Нагрудный знак гамильчанцы уручил президент Беларуси на урочистой церемонии у Палаца Незалежности. Вольха Силкина выступает в составе национальной команды с 2012 года. В минулом году она стала чемпионкой света и заработала лицензию на Олимпийские гульни у Токия. Это знаковая подея для Гомельского центра Олимпийского резерва по прикладных видах спорту, где тренируется Вольха и особенно для керавника спортивной установы. Виктор Шарбаков был первым тренером чемпионки. В современной пятибурге на ведущих ролях в стране это подчеркивается всеми руководителями и всеми моими коллегами из Минска из Бреста из Могилёва и так далее. Это очень важно это звание нужно заслужить и оно дается за действительно выдающиеся достижения. У нас Вольха стала чемпионкой мира в 2019 году в личном зачете. Ну это скажем так очень достойно и очень прилично. Гэта и атак сама иншая новинная информация об проектах телерадиокампании Хомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrhomel.by На этом выпуск завершенный доброго вам вечера и до новых встреч у эфиры. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля здравствуйте. Украинец пытался провести через границу амфетамин в чехле мобильного телефона. Об инциденте сообщили в Государственном таможенном комитете. 43-летний украинец был пассажиром легкового автомобиля Рено ехал транзитом в Литву через пункт пропуска Новая Гута. При проведении таможенного контроля служебная собака своим поведением указала на возможное наличие запрещенных веществ. В ходе осмотра таможенники обнаружили под чехлом его мобильного телефона пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Как пояснил мужчина, его ему дала знахарка для лечения раны на спине. Украинец задержан в отношении его возбуждено уголовное дело. Прокуратура Жлобинского района направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, которому инкриминировано осквернение сооружений циничными надписями и изображениями. Об этом сообщает телеграм-канал генеральной прокуратуры Беларуси. Согласно материалам дела, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес краской на дорожную разметку и опоры линии электропередачи надписи и изображения, в том числе нецензурные, носящие грубый и оскорбительный характер. Мотив поступка проявить неуважение к обществу и чужой собственности. Вину в содеянном обвиняемый признал. Причиненный ущерб предприятию жилком сервиса 2 возместил в полном объеме. В Ельском районе подростки совершили кражу. Преступников удалось задержать с поличным. Благодаря бдительности жителей деревни Движки планировать незаконное дело трое несовершеннолетних начали в Мозыре. Один из них под предлогом помощи другу выпросил у отца семейный автомобиль, убедив того, что за рулем будет его совершеннолетний знакомый с водительским удостоверением. Это на самом деле оказалось неправдой. Местным преступлением была выбрана одна из деревень Ельского района. Подельники решили, что подозревать будут местных жителей. Ночью 5 ноября двое приятелей проникли в хозяйственную постройку домовладения, третий остался в машине. Молодые люди, похитив автомобильную фару, электродвигатель и канистру с бензином, направились в сторону автомобиля, где их и встретили сотрудники ОВД Ельского райисполкома. Их товарищ успел скрыться от правоохранителей, однако его задержали утром. За минувшие выходные на территории Гомельской области зафиксировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Одно из ДТП произошло вчера в агрогородке Чемерисы Брагинского района. Водитель мотоцикла «Спутник», по предварительной информации, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Победы в сторону населенного пункта Моложин. Не справившись с управлением, упал на обочину. В результате происшествия мотоциклист получил травмы, с которыми был доставлен в больницу. За прошедшие сутки в Гомельской области зафиксированы четыре пожара. Первый сигнал поступил спасателям Чечерского района. Горело металлическое здание с ушельной камеры, повреждена кровля, пострадавших нет. Причина – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. А в Гомельском районе поступило сообщение о возгорании автомобиля. Огонь повредил моторный отсек. Среди основных версий нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В областном центре тем временем спасатели выезжали на ликвидацию пожара в однокомнатной квартире. В результате ЧП повреждено имущество. Хозяйка квартиры не пострадала. Причина возгорания выясняется. И последнее сообщение из Жлобина. В райцентре горел кирпичный жилой дом. В результате пожара повреждены стены, потолочное перекрытие и имущество в комнате. Пострадавших нет. Причиной возгорания скорее всего послужило неосторожное обращение с огнем. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Славия проиграла столичному «Динамо». Матч 28-го тура чемпионата страны по футболу высшей лиги проходил в Мозере. Исход поединка решил один забитый мяч. Голевой атаку на 80-е минуте соорудили вышедшие со скамейки запасных шикавкой Хвощинский. Первый вырезал мяч в центр хозяйской штрафной, второй в одно касание переправил его в ворота. За два тура до финиша чемпионата Славия занимает 12-е место. Вопрос с золотом открыт. Лидеры, Батэй-Шахтер, в 28-м туре сыграли между собой в ничью и оставили шансы Неману и Торпедо. В первой лиге уже известен один обладатель путевки в элиту. Речицкий спутник ниже второго места уже не опустится. В 25-м туре команда Вячеслава Левчука с минимальным перевесом обыграла лиду и обезопасила свои позиции в борьбе за повышение в классе. Гомель, претендующий на вторую путевку в высшую лигу, одержал крупную победу над гранитом 4-1. Зелено-белые идут на втором месте и имеют преимущество в два очка перед Крумкачами, которые располагаются на третьей позиции. Гомельский локомотив, борющийся за четвертое место, разгромил Ашмяны. 6-0. Хит-триком в составе железнодорожников отметился Андрей Соловей. Светлогорский химик, замыкающий таблицу чемпионата, потерпел поражение от Нафтана. 0-1. Гомельский ВРЗ дома учинил разгром Гродненскому УВД «Динамо» в перенесенном матче восьмого тура чемпионата страны по мини-футболу. Ворота гостей вагоностроители отправили 9 безответных мячей и забитыми голами отметились в протоколе сразу 8 игроков. Евгений Клочко оформил дубль. В турнирной таблице ВРЗ располагается на третьей строке. Сборная Беларуси по мини-футболу провела два товарищеских матча с командой Молдовы и оба раза победила. В первом поединке белорусы открыли счет усилиями тандема игроков ВРЗ. Евгений Чернейко отдал передачу, Дмитрий Рябцев забил. Беларусь победила 3-1. На следующий день в протоколе отметился представитель гомельской БЧ Максим Евдокимов. Игрок отличился сразу двумя забитыми мячами. А наша сборная вновь праздновала викторию над командой Молдовы 6-2. Возобновляется после паузы чемпионат Беларуси по хоккею в экстралигии. Хоккейный клуб Гомель на домашнем льду сыграет с гродненским неманом Рыси на втором месте в турнирной таблице. Гродненский коллектив на шестом. Игра в гомельском ледовом дворце завтра стартует в 20.15. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.